Всем привет, с вами Оксана Майкова и вот так вот выглядит Испания в 7.30 утра, вот так встает солнце и вот так вот утром мы гуляем с собакой. Сегодня у нас будет обзор недвижимости банковской, проводить я ее буду из дома, из своей квартиры сидю в компьютере, решила немножко показать вам при этой прекрасной стране. Прежде чем перейти к теоретической части, по сути вы сейчас увидите кусочек первого курса школы профессионального покупателя, сам себе риэлтор, то есть то обучение, которое я предлагаю для тех, кто собирается приобрести недвижимость в Испании. Мы подбираем недвижимость, стараемся найти максимально выгодную, но как тут не обойтись без обзора, как тут обойтись без обзора, смотрите, очень миленький домик, очень он мне понравился, хорошенький, мы смотрим тот же самый район, что и в предыдущих двух выпусках, можете вернуться и посмотреть. Но цену, как вы видите, я подняла уже до 61, то есть 47 метров, одна спальня, одна ванна, но написано, что апартаменты типа дуплекс, то есть на двух этажах, на одном этаже, ну вот на 47 метров квадратных может быть и можно разместить 2 комнаты, да, 2 комнаты и ванна. Ну, картинка мне очень понравилась, хорошенькая, миленькая, видно, что новая. Что меня еще здесь привлекло, это недвижимость от банка, реально от банка, не как-то по-другому, именно от банка, Сульвия, это вот именно банковская недвижимость. Но сделаю опять же акцент на то, что банки сейчас тоже коммерческие структуры, это не то, что было раньше, что забрали за долги и продают, нет, то есть это скорее всего новое жилье. Ну, так, смотрите, что мы тут видим, дуплекс, одна спальня, две, о, или две, вы можете купить с двумя ванными комнатами, в зону Дайоро и Даля Вильпинальмадена, та-та-та-та, немножечко, пару минут до пляжа, неизвестно на чем, на машинах, либо на лошадях, либо может быть на ослах, и не знаю, может быстро бежать, но тем не менее, рядышком Кампо Дель Гольф, то есть поле для гольфа, с ума сойти, застрелите меня двое, и коммерческая зона, ну коммерческие зоны, естественно, есть, где они там нашли поле для гольфа, может быть я чего-то не знаю, ну и бог с ним, поехали. То есть вот так вот мило все это выглядит, давайте, может, статистику с вами будем посмотреть, можете предыдущее видео глянуть, кстати, как там была статистика оформлена, вот смотрите, обратите внимание на карту, видите, где это находится, это такой райончик, Корой Белемьель, и поехали дальше. Здесь у нас уже нет статистики по тому, как цены падали, в отличие от прошлого обзора. Здесь у нас есть следующая история, мы с вами, как продают, даже как продают Пахина веб, вот эти вот сами страницы, без продавца, меня это вообще умиляет, мало того, что я обучаю дистанционно, и сейчас подобрать квартиры можно, не выезжая из дома, и только, я не знаю, быть надо совсем глупым, чтобы купить себе билет, купить себе размещение, гостиницу оплатить, приехать на две недели, чтобы таскали вас непонятно по какой жаре, непонятно по каким объектам, да, по тем, которые вам выгодны, вот я для этого вам делаю эти обзоры, чтобы вы видели, как это происходит. В общем, смотри, сейчас все можно делать дистанционно, добро пожаловать в школу, профессиональный покупатель, сам себе риэлтор, но мы продолжаем, как у нас даже уже и страницы продают в этом, даже без человека, смотрите, мы с вами выбрали потрясающую студию за 61 тысячу, за квадратный метр 1295, причем очень неплохая цена, могу вам сразу от себя сказать, но смотрите, средняя цена в этом районе 158 тысяч, мы с вами делаем безумно покупать, финансовая логика, как встраивается, то есть сразу начинается по финансам, да, то есть четко, понятно, цифры есть, тут с ними не поспоришь, хотя все это фигня, поэтому мы смотрим, ага, средняя цена по району 158 тысяч, средняя цена по этому населенному пункту 188, и средняя цена по всей провинции 156 тысяч, замечательно, причем в прошлом обзоре мы тоже смотрели этот же район, этот же Барио, только цены были другие, ну посмотрите, если хотите, то есть опять же, вот у нас есть с вами такая вот штучечка, да, где мы видим, изучаем, как написано, изучите цену по похожим предложениям, то есть вы увидите, что средняя цена по похожему предложению 87 тысяч, но минимальная цена по похожему предложению 79, то есть что встраивается в нашей голове, насколько это выгодно, я всегда говорю риэлторам, что нужно продавать, использовать финансовую логику, не только говорить о видах и о красивых домишках, но и логика финансовая работает безупречно, другое дело, кто эту логику финансовую составляет, вы, изучая конкретно район и много предложений, или ваш продавец, который вам захотел это продать, дальше, да, это банковская недвижимость, однозначно, даже без дураков, это вот прям, прям я вас уверяю, но я всегда смотрю похожие предложения, и что же мы видим, обратите внимание, раз, два, три, одинаковые картинки, одна, вторая, третья, 46 метров квадратных с одной спальней 60 тысяч 300, 44 метра квадратных с одной спальней, но с двумя ваннами 87 тысяч, захотите вы заплатить 25-26 тысяч больше, 26 500 за дополнительную ванну, может быть, кто как любит мыться, чистоту и куда мой до дыра поставить, ну и средняя цена, тот же самый адрес, та же самая иммобилярия, я ее открыла, посмотрела, то есть она стоит 73, то есть вы гуляй, Вася, тоже с двумя спальнями, но между, допустим, тут 44 метра квадратных за 86, а здесь 42 метра квадратных за 73, в принципе, какая-то логика присутствует, да, ну, насколько она для вас интересна или нет, вы уже смотрите сами, но 2 туалета, если мы перейдем, то есть я перешла, я уже все это посмотрела, то же самое описание, то есть мы видим дуплик, с одной или двумя спальнями, то есть здесь та же самая история, потому что продает банк, продает от застройщика, видимо, напрямую, непонятно, новое это жилье или не новое, я обязательно туда поеду, я обязательно его посмотрю вживую, потому что мне очень интересно, ну, и здесь то же самое, здесь опять же продавец включается, также единственное, что если мы с вами покупали за 60-61, и вот в этом месте, то есть мы рассмотрим тот же объект недвижимости, на всякий случай, смотрите, то есть похожий объект у нас бы стоил 93 тысячи, видите, как идет продажа через страницу в интернете, то есть там вы можете сами себе, как мы называем, сами себе и продал, то есть поэтому я обращаю на ваше внимание, что все-таки то, что вы смотрите на страницах веб-сайтов, это может быть грамотно выстроена схема, грамотно выстроен алгоритм работы с клиентом и с определенными запросами, и ой, интернет, да, то есть да здравствует, то есть как тут быть неподготовленным, у нас не готовятся, по-моему, только плохие риэлторы и плохие покупатели, то есть одни пытаются подороже продать, и кто-то мне даже в комментариях написал, не путайте коммерцию, бизнес с барыжничеством, ну вот смотрите, что это, бизнес или барыжничество, то есть никакого барыжничества, сплошной бизнес, чистота, меньше знаешь, как говорится, дороже покупаешь, вот так вот, а вот мне нравится вот это, 61 и 47, или еще лучше, смотрите, 46 и 60, ну, похожие апартаменты, в общем, буду созваниваться с банком, кстати, этот банк отвечает в течение двух недель, сколько раз я пыталась с ними связаться, просила их, но тем не менее, они связываются в течение двух недель, и если вы приехали на просмотр недвижимости на две недели, то вы четко в пролете, поэтому готовьтесь заранее, добро пожаловать в школу профессионального покупателя, пишите ваши комментарии под этим видео, относительно этих апартаментов, всегда буду рада с вами пообщаться и обсудить то, что мы сейчас видим, а мы продолжаем, вот такой вот маленький мини-урок такой, побывали вы в нашей школе, посмотрели чуть-чуть одним глазком, как это бывает и как работают риэлторы, надеюсь, все это вам было полезно, а с вами была Оксана Майкова, пока-пока, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и оставляйте под этим видео комментарий, если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео, в описании, с вами была Оксана Майкова, пока-пока, увидимся в следующем видео, пока-пока,